МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День бендерской трагедии. Утро 19 июня во всех храмах в Приднестровье началось с молебна. Дальше возложение мемориал памяти и скорби в Бендерах. Метроном отчитывает минуту молчания. Президент Красносельский возлагает цветы к вечному огню. На постаменте боевая машина пехоты. Почти весь ее экипаж погиб 22 июня 92-го. Против мирного города, против гражданских людей были кинуты именно военные люди, в том числе и мобилизованные военные. За то, что было в 92-м году, никто не понес ответственности. Это раз. Никто не извинился. Это два. Тогда кого прощать? Кто в этом виновен, должен поднести ответственность за второжение в Приднестровье, в город Бендера, за смерть гражданских лиц. И, естественно, должна быть какая-то юридическая оценка. Мы не простим никогда. Это необъявленная война, братоубийственная. Они шли на это для того, чтобы уничтожить, поставить нас на колени. Но это не будет никогда. Часовня. Гранитный взрыв с именами погибших. Люди несут цветы. В 92-м здесь были окопы. Шли бои. У нас было человек 300 народного ополчения. В первый день собралось человек 50. И вот в первую ночь с 19-го на 20-е 23 автоматы мы получили в гвардии, которая находилась недалеко от нас. Мы воевали пять братьев. Из пятерых нас живых осталось трое. Галина Яковенко и многие другие женщины пошли в санитарки. На автобусах перевозили раненых. Это было страшно. Медикаментов не хватало столько. Не хватало перевязочного материала. Поднялись женщины, начали дома по квартирам собирать медикаменты. Собирали продолгуты, все возили на передовую. Я пережила все эти события. Муж мой был в числе защитников. В это лето у меня родился первый внук. 22 июня. Прямо когда шла война здесь? Да, но мы его вывезли в Одессу. Бои за город продолжались 40 дней и ночей. Потом пришли российские миротворцы. Так их встречали в 92-м. С цветами и слезами радости. В 1995 году, в декабре месяце, у нас был Приднестровский референдум именно по этой армии, который большинство высказали за сохранение, потому что это является гарантом мира на нашей земле. Я горжусь, что я держу российский флаг. Больше 30 лет миротворцы на постах охраняют мир и в Приднестровье, и в Молдове. В зоне безопасности все под контролем. Редактор субтитров А.Семкин